День Матери Мы хотели бы особенно поздравить каждую маму тем, что вы удивительны, уникальны и благословить вас. Продолжая служение или проповедь, которую сегодня я приготовил, я бы хотел сказать, что она родилась на определенном основании. И я так и даже и назвал, предлагаю, по крайней мере, вам название – это «Основание твоей жизни». Кто более-менее немного читал Священное Писание или какое-то время ходит в церковь, то он скажет мне, но основание нашей жизни – это Иисус, Христос, и это безусловная истина, это «да» и «аминь». Но знаете, всегда ли получается у нас с вами проживать практически то, что мы с вами исповедуем? И я хотел бы предложить нам посмотреть, что говорит Слово Божье по этому поводу. Я предложу вам открыть Евангелие от Луки, 6 главу, и с 46 по 49 я зачитаю. Иисус говорит, что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делайте того, что Я говорю. Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было велико. Достаточно известная история в Евангелии про основание, правда же? И вот как она начинается. Иисус обращается к тем, кто окружал Его, а нам нужно понять, что это иудеи, и Он говорит, что вы называете Меня, Господи, Господи, а то, что Я вам говорю, не делайте. Интересно, правда? Иудеям не нужно было как-то популярно объяснять то, что Иисус говорит именно слово Господин. Потому что они знали, когда нужно принести жертву, при каких условиях, в какое время, что необходимо нужно было сделать. И как бы они понимают, что они все исполняют. Но Иисус что-то для нас сегодня особенное открывает. И когда Он говорит, что они не готовы исполнить то, что Он им говорит. Ведь обратили внимание, что когда за Иисусом ходили толпы, ведь и фарисеи, и судукеи, ну, скажем так, и религиозные лидеры того времени, они тоже ходили. И Он говорил всем, абсолютно всем, но не все, слышав, исполняли это. Ничего вам это не напоминает? Когда мы знаем какие-то определенные вещи в своей жизни, знаем, например, что нехорошо собрание пропускать. Ну, давайте я чуть-чуть попробую снизить, хотя вряд ли получится, домашнее собрание. Но при каких-то обстоятельствах мы его иногда можем пропустить. Особенно сейчас пандемия, QR-коды. Ну, все это лирика, как говорится. Я дальше бы предложил вам. Ведь если мы с вами обратим внимание на нашу жизнь, то мы всегда увидим, абсолютно всегда, как развивается определенное отношение наше с Богом. И на каких этапах мы можем, ну, скажем так, слышать Бога и исполнять, или слышать и не исполнять. Не всегда ли Он становится Господином в нашей жизни? То есть мы иногда исповедуем Его как Спасителя нашего и Господина. Но как будто бы Спаситель становится выше. То есть Он Спаситель наш и Господин. Я не хочу запутать вас. Я хочу сказать о том, что Господин – это значит тот, кто будет говорить в твою жизнь. И Он будет ожидать, что ты будешь исполнять. Правда же? Никогда нам не нужно терять фокус с этой ценности, что Иисус – твой Господь. Он будет говорить тебе на понятном тебе языке и мне. И следующее, на что Иисус обращает наше с вами внимание, это два очень похожих вначале типа людей. Иисус оба, они слушают, но как будто потом происходит какое-то разделение. Одни слушают и идут и делают, а другие слушают и как-то себя объясняют. Ну, например, знаете, то есть по-человечески я могу понять, правда понять тех людей, которые слушают и не исполняют. Да ты, пастор, просто не знаешь мои обстоятельства. Я так-то согласен с тобой, то, что Библия говорит. Да, аминь, аллилуйя! Мы возьмем страну для Бога. Нас никто не остановит. Но сейчас пандемия. Или еще что-то. Или, знаете, есть еще, с чем я встречался. Это Бог, Он молчит. Он не говорит мне. Да, есть определенные, конечно же, может быть, удивительные, уникальные случаи, когда Господь берет время, Он достигает что-то в нас. Но вообще-то Бог наш, Он не молчащий Господь. Он говорящий. И причем Он говорящий на нам понятном языке. Кто со мной согласен? Аминь! Слава Богу! Это же не про нас. Итак, я хотел бы несколько примеров показать вам о том, как Бог говорит на понятном нам языке. И один из примеров – это Гедеон. Я хотел бы, чтобы мы открыли и зачитали книгу Судей, 6 глава, с 12 по 16 стих. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Я здесь остановлюсь, немножко скажу о том, что вообще-то это время было, когда мадионитяне и амаликитяне просто делали набеги. Когда иудейский народ, он посев делал пшеница, рожь, в общем, какие-то заготовки они делали, оно как-то только созревало, они сразу же все забирали, разграбливали. И Гедеон находился в давильне виноградовой, там что-то делал, написано, что он как бы прятался. И ангел говорит ему и сказал, Господь с тобою, муж сильный. У него обстоятельства были не позавидуешь, правда? Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, «Из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадионитян?» Господь, возрев на него, сказал, «Иди с этой силою твоей и спаси Израиля от руки мадионитян, и я посылаю тебя». Гедеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? «Вот, и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему, Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадионитян, как одного человека. Мы видим в этой истории, как молодой парень, он прячется от того, чтобы не идти воевать. И тут видит ангела, знаете, ответ от Господа приходит. И Бог начинает с ним говорить. И в тех обстоятельствах, в которых он находится, ну, правда, не позавидуешь. Но он начинает рассуждать с ангелом. Ну, мы понимаем, что это Бог, да? И когда он говорит ему о том, что, как я муж сильный, то есть, куда пойти, ты посмотри, у нас беда, нас постоянно грабят, то есть, мы в рабстве находимся, я вообще здесь... И он говорит, иди, муж сильный, я тебе отдам. Да куда иди-то, все плохо. Знаете, в нашей жизни тоже могут быть обстоятельства, которые очень, очень похожи по сути. Декорации могут быть другие. Но суть одна и та же. Все плохо. А потом приходит Бог. И начинает говорить с тобою. И он говорит, все понятно, пойдем. Что характерно, где он начинает рассуждать. Он начинает говорить с ним. И он говорит, слушай, ну, как бы, я допускаю, я могу представить это, да? Я допускаю, что, ну, я даже, самая бедная семья моя в колене, самая маленькая, я вообще младший, как я-то пойду? То есть, я как понимаю, что Геон допускает идти куда-то, но он говорит, по статусу я вообще никто. Бог говорит, иди, я пойду с тобою. Обратите на это внимание. Сказал Господь, я буду с тобой, и ты поразишь. Удивительно. Но в истории с Гедеоном есть очень много вещей, которые нам помогают. Когда он сомневался, дальше, если читать историю с Гедеоном, видно, что он отозвался. Видно, что он честно признавал свой статус, те обстоятельства, в которых он находился. И, знаете, он все-таки рискнул, он все-таки набрался силы. Ладно, хорошо, давай, пойду. Ну, можно еще, я уточню, я сомневаюсь, но я уточню, можно? И помните, он шерсть разложил, да? Говорит, Господи, я, я, пускай вокруг все будет мокро, а шерсть будет сухая. Окей, Господь, хорошо, ладно, все так и сделал. Так, да, точно, вдруг я, может быть, это случайность. Господи, я прошу Тебя, давай по-другому еще сделаем. Давай вот сделаем теперь наоборот, ну, чтобы мне точно знать. Он уточнял у Бога, и Бог говорил с ним. Не бойтесь задавать Богу самые, возможно, нелепые какие-то вопросы. Он всегда будет на вашей стороне. Он всегда обещает быть с нами. Следующая история, которую я хотел бы также показать, когда Бог особенным образом начинает говорить, это Моисей. Он, внимание Моисея, захватывает горящим кустом. И он начинает видеть, смотреть, о, куст горит, не сгорает, подходит. Бог начинает с ним, начинает разговаривать. И он говорит, Бог делает определенный вызов ему. Он говорит ему о том, чтобы он пошел туда, откуда он убежал. Мы знаем эту историю. И интересно, что он начинает тоже рассуждать. Такая, может, не надо, так-то я косноязычен. Он честно признается о своих слабостях. Он говорит, что я не могу, он начинает рассуждать с Богом. Бог говорит, я дам помощника тебе, ладно, не переживай. Он обадривает, и он говорит с нами. Еще одна из историй – это земной отец Иисуса Христа нашего, это Иосиф. Помните? Знаете, когда-нибудь вы переживали что-то такое, что очень сильно, но беспокоило вас. И когда вы засыпаете, вы видите сон вот в вашем беспокойстве. Было с кем-нибудь такое, нет? Ладно, можете все не поднимать. Я вам хочу сказать о том, что мало ли что может присниться. Но правда же? Ну, вот разные сны бывают. И вот Иосиф, когда молодой парень хочет жениться, увидел прекрасную девушку, Марию, прошли путь определенный, и потом узнает, что она беременна от Духа Святого. Такая, знаете, ситуация так себе, как говорится. И он понимает, что надо отпустить ее. И во сне Бог начинает с ним говорить. Не какими-то ребусами. Ну, знаете, разными. Вот во снах другому Иосифу Бог говорил, помните, там, звезды, там, снопы поклоняются. А он четко говорит, не бойся, Иосиф, все нормально. Действительно, от Духа Божьего все зачато. Так что бери Марию, не переживай. Встает с утра и все понимает. Бог говорит с тобой, со мной на понятном нам языке. Мы можем быть не всегда выгодно нам послушаться Его. Я, на самом деле, хотел бы этими всеми примерами просто показать нам всем о том, что Бог говорит. И когда Он говорит, нам не нужно бояться задавать вопросы, рассуждать, быть честными с тем, что мы есть, в какой мы ситуации есть. И я хотел бы привести еще один пример. Этот пример из моей жизни. И мы служили какое-то время назад в городе Черепаново. И там была ситуация одна, когда у брата был вопрос. И вопрос, даже разногласия, наверное, больше я скажу, по поводу десятины. И мы с ним разговаривали, общались. И я понимаю, что вот моя компетенция, так назовем, да, как служителя, пришла в тупик. То есть я не знаю, как послужить дальше. И я пришел к своим старшим братьям. Я говорю, братья, так и так, скажите, пожалуйста, вот такая ситуация, что делать? И я не помню уже, как, но суть была следующая ответа. А что ты, Альберт, думаешь по этому поводу? Я говорю, как, что я думаю? Ну, десятая часть, Господу, все нужно верно отдавать. То есть это же вообще не говорится, даже сомнения не ставятся. А почему ты так думаешь? И я вдруг обнаружил в себя, что я это так считаю, потому что я так научен. И в послушании делаю. И я хочу сказать, это хорошо. Но вот приходит момент, когда мне нужно основание, мое личное основание твердое в том, что я думаю по этому поводу. Причем для служения. Но ведь разные сферы бывают в нашей жизни, правда? Ну, например, в воспитании детей, или в исцелении, или в обеспечении, или в доверии. Много сфер. И мы можем делать определенный момент просто в послушании. И это хорошо. Написано в Библии о том, что послушание лучше всякой жертвы. И непослушание страшнее любого колдовства. Бог очень радикально сравнивает и выводит, знаете, на поверхность эту ценность. Но я хотел бы сказать нам сегодня о том, что послушание – это прочный, хороший, большой камень в твоем основании жизни. Но его недостаточно. Потому что, когда придет определенное испытание, тебе нужно будет и мне встать на основание, которое я лично приобрел в моих отношениях с Богом. Не потому, что сказал мне пастор Евгений, пастор Виталий, или кто-то из служителей домашних, мы можем вдохновиться, мы можем на определенных эмоциях, конечно же, какое-то время и пройти. Но приходит время, знаете, как взросление. Это какой-то определенный другой этап, где все очень серьезнее. Когда ты и я, мы от Бога получаем по-настоящему то, что Он говорит тебе и мне, то тогда ты встаешь на это основание, которое Библия говорит «на камне». Но прежде всего, ну, встаешь и стоишь, и тебя не может поколебать ничего. Но для того, чтобы до этого камня встать, в двух этих типах строений, говорится о том, что необходимо что делать? Копать и углубиться. Интересно, правда? Еще скажу о том, что если не копать и не углубляться, и построить дом, то внешне, ну, и там, и там дом. Ну, правда же? Более того, я вам хочу сказать. Если, например, Женя будет строить дом, копать, углубляться, фундамент закладывать, фундамент нужно правильно заложить, то он что-то будет делать, а я уже стены буду возводить, крышу, двери, окна, все буду делать, и у меня быстрее все, понимаете? Ну, это когда мы с вами, знаете, аллилуйя, аминь, все нормально будет, не переживай, Господь все покроет, устроит все, не переживай. Мир тебе, и тебе мир. А там мир? А все ли в порядке? Или это просто наша христианская терминология, в которую мы определенное время просто сформировались? И вот у нас сленг такой, знаете, христианский. Есть разные вот сленги, а он христианский. Но приходит время, когда то, что ты исповедуешь, оно будет испытано твоей личной верой. Определенные стихийные бедствия, там написано вода, ну, я бы сказал бы, знаете, мороз, например, мы же как бы в Сибири все-таки живем, или может быть еще что-то, но какое-то давление приходит, и тебе просто аллилуйя, аминь, там, да, Господь нас исцеляет. А ты смотришь на себя, слушай, болеешь. Тебе нужно твое личное откровение. Тебе нужно копать и углубиться. Я не знаю, как вы, я периодически где-то просматриваю собрания, там, пять лет назад, десять лет назад, и смотришь, о, этого нет. О, этого... И мы с ним как-то были. А где они, люди? Я понимаю, что есть определенное давление, когда люди не справляются с этим. И Библия нам говорит о том, что Бог всегда за нас, и Он нам помогает в определенных сферах. Он всегда протягивает руку, но есть наша часть, моя ответственность. Во-первых, услышать, что Бог говорит, а потом начать исполнять. Ну вот, что бы я хотел предложить, сделать, как, знаете, некий вызов каждому из нас, что нам может помочь. Когда мы смотрим, строим свою жизнь с Богом, нам нужно слышать Его голос и исполнять. Чтобы качественно в разных жизненных вопросах иметь ответ, надо копать и углубляться. И как это? Вот как копать? Мы рассуждали с братьями по поводу этого слова. И братья-строители, особенно они сразу, о, там надо копать до туда, сюда, знаете, там есть технологические определенные нормативы, которые необходимо сделать. А как сделать это все-таки в Библии? Что это для нас практично? Я хотел бы предложить вам вот какой рецепт, но он не работает просто так. Он должен быть прожит тобою лично. Так вот, важно рассуждать над тем словом, которое ты получаешь. Ну, например, если спросить у каждого из вас, что для тебя воскресное собрание? Или что для тебя церковь? И каждый из вас как-то постарается выразить по-разному, в разных вариантах. Но обратили внимание, да, что буквально три года назад мы собирались полностью. Мы даже не думали вообще о том, что мы будем... Я вот маску медицинскую видел только, не знаю, в больнице там, может, в своей жизни там, может, раза три, наверное. А сейчас это неотъемлемая часть нашей жизни. Ну, пока на данный момент. Так вот, когда мы собирались, и мы все по доброму, хорошему обыкновению ходили в церковь, а потом пришли обстоятельства другие, и теперь можно посмотреть онлайн. На диване. Дома. С чашечкой кофе. Удобно же. И не нужны никакие QR-коды. И никакая зараза не прицепится вдруг, мало ли чего. Не, объяснить-то можно все, что угодно, правда же? Но когда ценность есть, твое личное откровение, что церковь это семья. Церковь это территория безопасности. В церкви меня любят, принимают, какой я есть. Иногда могут сказать, чтобы я обратил внимание на какие-то вещи. То есть я позволяю кому-то говорить в свою жизнь. Я в церкви. Для меня это важно. Потому что церковь это собрание людей. Это взаимоскрепляющие связи. И для меня цена, какая бы она ни была, пойду, куда надо? В Париж, в офис, где надо? В Берске, в Черепаново, в Искитиме, где нужно? Куда надо пойти? Поехать? Да вообще, я же тут с братьями и сестрами встречусь. Или можно дома на диване с кофе. Да не будет этого с нами, дорогие друзья. И любая сфера, если какую-либо мы не возьмем, она требует твоего личного отношения с Богом. чтобы ты лично услышал от Господа то, что Он думает, то, что Он хочет и лично от тебя. Знаете, чтобы рассуждать, нам необходимо захотеть. Правда же? Ну, потому что можно не хотеть рассуждать. Сейчас очень просто «Окей, Гугл!» И там любой вопрос, какой надо, задал, он тебе сказал. «Окей, Гугл!» Я в церкви, у старших спрошу, я как бы, ну, я же все нормально. И он спрашивает, брат или сестра, он говорит, я получил исцеление, я получил прорыв финансовый, я получил успех какой-то. Ну, как бы, конечно, был еще этап жизни, когда было все не очень хорошо, но в конце Бог меня помиловал и помог мне. И ты такой, все, я вот беру, и вот, а оно не работает, потому что у Бога нет формулы. Потому что если не хотеть, а просто пользоваться определенной терминологией или провозглашать какие-то, ну, скажем так, какую-то информацию, то она превращается в религию. Ты вроде говоришь, а оно не работает у тебя. Оно у Семена работало, и ты такой, ух ты, не, хорошо, словом свидетельства однозначно, своего. Помните, Библия говорит? Помните, что слово свидетельством своего победили? Твое, твое личное свидетельство должно быть в том, как ты проходил, как Бог помогал, что Он был с тобой рядом всегда, даже в болезни, даже в какой-то финансовой сложности, трудности, Он с тобой рядом, и тебе нужно захотеть начать рассуждать над этим. Вот Гедеон, меня почему он сильно вдохновляет, он прям видно, как рассуждал, он говорит, как со мной, с нами Господь, да ты посмотри, что происходит вокруг, беда просто вообще. Ему ангел, Господь говорит, иди с силой Твоею. С какой силой? С тем, что он рассуждал? Ну, наверное, да? Ну, как-то вот, по крайней мере, пошел на диалог, потому что ведь может же человек говорить, давай, брат, сестра, давай помолимся о том, чтобы Господь помог тебе пройти это время. Да, молились уже. Ну, хорошо, молились, то есть, давай еще будем молиться, давай будем искать от Господа ответ, давай будем, давай будем видеть то, что Бог хочет в этом периоде. Это может быть разное время, но Бог с тобою. Агидеон говорит, ой, пойду идти с силой, слушай, ну, ладно, допускаем, но я в колене самая бедная, у меня маленькая семья, я самый младший, то есть, куда я пойду, у меня статус вообще не позволяет, у меня нет ни образования, у меня нет, вообще ничего нет, ни денег нет, ни квартиры нет, ни машины нет, как я Господу служить-то буду? У меня не откликается. Он говорит, все нормально, иди, я перейду, я пойду с тобой и поразишь, как одного. И Гидеон слушается, да, я уже сегодня говорил о том, что у него есть сомнения, он приходит с этим сомнением, уточняет у Господа, вот по мне так умничка, прям по-настоящему. Ну правда же, когда мы, Господи, это ты говоришь? Как-то что-то не клеится, то, что ты говоришь, с тем, что я сейчас вижу, вот, ну, может быть, попробуем. И идет, а Бог в пути, открывает дверь. Постер Евгений в прошлое воскресенье говорил о том, что победу Господь давал, помните? Камнями с неба. И написано в том, о той истории, о том, что было побеждено больше с камнями, камнепад, какой-то камнепад произошел, чем нежели мечом. Итак, мы рассуждаем, мы думаем. И когда мы рассуждаем, думаем, мы можем, конечно же, по-человечески натыкаться на обстоятельства. По поводу нынешняя реальность такова, что вот сегодня QR-коды, а завтра, знаете, вообще Библия нам говорит о том, что все серьезнее намного будет. Мы не сможем ни покупать, ни продавать без печати зверя. Что мы будем делать? Но Бог говорит, я не оставлю тебя. Никогда вообще. И желание, когда у нас возникает, мы начинаем рассуждать, с Богом говорить. Потом нам необходимо с вами честность. Честно сказать, что мне лень встать утром самому себе и Богу, чтобы помолиться. Или, например, кстати, готовитесь к новогоднему посту, ну, после Нового года? Ладно, не буду спрашивать у вас. Вдруг вы еще не помните об этом. Пост. Пост для меня это голодовка. Господь же не хочет, чтобы я голодовал. Поэтому я, как бы, честно говорю, не хочу ее проститься. Но честность эта, она может привести тебя к тому, что Бог будет побуждать тебя действовать. Или, например, я злюсь. Вот злюсь я, потому что не по-моему. И как только не по-моему, так начинаю сразу же злиться. Будь честен с этим. Будь честен в слабостях своих, пред Богом. Он и так это знает. Ему не нужно для того, чтобы ты там что-то доказывал и показывал, какой ты. Он знает нас. Он любит нас. И когда мы честны, Бог с искренним поступает искренне, а с лукавом по лукавству его. Еще я хотел бы сказать следующую вещь. Это решительность или смелость. Знаете, Гедеон был честен. Он показывал в той обстоятельстве, в которых он находился, и он рассуждал и говорил, говорил о своем статусе, о том, что он самый младший. Он, рассуждая, был честен, а потом взял ответственность и пошел, уточняя у Бога. Вот только вдумайтесь, туда, куда они шли воевать, в десятки тысяч раз было больше противников в оконцовке, когда Бог сказал, вот с трехстами людьми я отдам тебе победу. Как, Господи? Как будто бы, знаете, вот такое ощущение, вот если по-человечески рассуждать, зачем я вовлекся в эту аферу? Потому что я вроде пошел за тобой, а как идешь, уточняешь, а все как будто хуже и хуже, ну по-человечески. Триста человек, да как я с ними побежу? Причем с кувшинами, помните эту историю? У них не было мечей, там, каких-то оружий каких-то, то есть кувшины, там, бахните, вот так вот. Только залпом. У Бога есть выход во всякой сложившейся твоей ситуации. Нам с вами нужно слышать Господа и исполнить то, что Он говорит. Когда нам кажется, что Он молчит или не говорит, давайте будем честными. Господь, говорящий Бог. Не всегда выгодно услышать Его, потому что, когда Он скажет, Он будет ожидать, что ты должен исполнить это. А это ответственность за определенные решения, за определенные действия, которые будут производить в тебе перемены. Тебе, может быть, что-то нужно будет делать, то, что ты никогда не делал. Или знаете еще? Одна из вещей, одна из ситуаций, которая очень ярко у меня, когда я готовился, поднялась. Мы все, как христиане, знаем с вами о прощении. Правда же? Ну, все знают. Надо прощать. Больше скажу. Я когда рос, мне мои родители, бабушка и дедушка всегда говорили, когда я с младшим братом или там с кем-то, допустим, поссорился, да прости его. Все знают, что надо прощать. Но если ты не получишь откровения от Господа, ты всегда найдешь причину, почему ты не можешь простить. Ты всегда найдешь предлог, чтобы избежать этой ситуации. И это любая сфера нашей жизни. Твоя и моя ответственность услышать от Господа. И Бог будет с тобою и со мною. В этой ситуации или в другой ситуации абсолютно везде Бог будет с тобою и со мною, чтобы разрешить. В решительности и смелости также хочу добавить, надо попробовать прийти на Исповедь, например. Возможно, что-то беспокоит тебя или мучает уже какое-то время, а ты думаешь, да ладно. И время от времени запинающий грех какой-то есть. Нужна смелость, нужна решительность. И ты уже слышал, возможно, от Господа это. И ты честен вроде пред Богом. Да, Бог, мне нужно это освобождение. Возьми эту смелость. Будь решителен в этом. Еще есть немножко времени и скажу о том, что когда мы начинаем рассуждать, вкус приходит к тому слову, которое ты получаешь, оно начинает быть вкусным. И ты начинаешь переводы другие смотреть. А кто что говорит, откуда? О, а! Слушайте, возможно, если у тебя есть побуждение учиться и развиваться в том, чтобы теологически познавать Господа, чтобы, возможно, этот дар потом употреблять, У нас есть и школы, и даже институты, например, московские, теологические. Это не реклама. Это как определенное действие, которому, может быть, ты не решался, думал об этом, но думал, да что ж, где же это столько времени взять? Бог будет давать тебе возможности, если ты действительно от Господа получишь это. Друзья, я хотел бы подвести некий итог. Пока мы с вами не копнем, не углубимся, мы останемся на поверхности. Очень неохота быть поверхностными христианами, которые, когда приходит трудность, терпят крушение. Ведь наша вера испытывается в сложных обстоятельствах, А пока нет трудностей, мы вроде выглядим достаточно хорошими. Мы ходим в церковь, у нас все аллилуйя и аминь, и все нормально. Но Бог хочет, чтобы мы не просто провозглашали какую-то информацию, которую где-то у кого-то услышали, а Бог хочет, чтобы у нас было, у тебя и у меня, основание, которое на камне, которое есть Иисус Христос. И когда у нас есть с вами желание рассуждать, мы честны и решительны, то, копая, углубляясь, мы ставим основание нашей жизни на камень. И какие бы ни пришли в нашу жизнь стихийные бедствия, мы всегда выдержим. Знаете почему? Так Бог сказал. Если для тебя это авторитет, то возьми это слово, брат и сестра, дорогой друг. Возможно, никогда не задумывался об этом. Возможно, ты Бога себе представлял как-то иначе. Но Бог живой. Он говорящий. Он любящий тебя. Он удивительный. Потому что Он любит нас удивлять. Песня такая была. Помните, да? Он любит всех людей. Он любит и тебя. Я хотел бы вдохновить тебя, брат и сестра, дорогой друг, на это. И еще скажу в заключении. Что когда время послушания идет, и ты послушан, потом приходит время взросления, ты начинаешь искать у Господа личные откровения, то они противоположными не могут быть. Ты лишь только будешь утверждаться в тех истинах, которые тебе говорят в церкви, на домашних группах. Твой пастор, твой лидер, твои старшие братья и сестры, которые старше взрослее. А ты будешь только утверждаться. И ни в коем случае не может быть выглядеть следующее, что, а я сейчас от Бога сам получаю. Что вы мне говорите? Это уже бунт. Но это совершенно другая тема. Я хотел бы, чтобы мы с вами помолились. Отец Небесный, Бог, мы, Господь, приходим к тебе в молитве, и мы благодарим тебя. Небесный Отец, Иисус, спасибо тебе, что ты есть у нас. Господи, спасибо тебе, что ты Господин нашей жизни. И ты любишь, ты обещаешь быть всегда с нами, где бы мы ни были. Когда мы поем, что тьма стоит пред нами, и даже мы не слышим твой голос, верим мы, что ты рядом. Господи, дай нам откровение в этом. Господи, в той сфере, в которой сейчас, Господи, мы особенно нуждаемся, какие-то трудности проходим, Господи, это могут быть семейные, с детьми, финансовые, Господи, Отец, исцеление. Я прошу тебя о том, чтобы ты помог каждому, кто сейчас слышит это слово. Господи, встать на основание, иметь это, Господи, получить это от Тебя. И какие бы стихийные бедствия, Господи, не пришли, Ты, Бог, говоришь, и для меня это авторитет, что устоит этот дом. Наша жизнь, Господи, устоит. Мы приносим туда, в этот дом, Божий Господи, все, всю нашу жизнь, все наше имущество, Господи, Отец, Иисус, убереги каждого, чтобы, Иисус, то основание, которое Ты закладываешь, оно было, Господи, прочным. Господи, если где-то в основании есть какая-то трещина, Господи, Ты, Бог, исцели и помоги. Восстановить, укрепить, Боже, Господи, и Отец Небесный каждого, кто сейчас слышит, брат, сестра, друг, гость, Господи, благослови. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова